Проблема аутизма не имеет границ. Малышей с этим заболеванием по статистике примерно 1% от детского населения. Значит, в каждом городе их сотни. И активные родители объединяются, чтобы вместе противостоять недугу и научиться с ним жить. Ивановская область, а точнее Центр содействия, недавно пополнила ряды Ассоциации аутизм регионы, став соучредителем. Теперь свой опыт транслируют для других субъектов. Первые гости приехали из Владимира. Там хотят открывать общественную организацию помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Мы хотим не только работу посмотреть, результат работы, побольше пообщаться и в плане родительской организации, и в плане помощи детям, и в плане развития именно введения самой эффективной методики на данный момент. Это прикладной анализ поведения. Владимир еще про это практически никто не знает, хотя это на данный момент самая эффективная методика. Прикладным анализом поведения занимаются в Клубе Грани. У содействия есть и опыт, и ресурсная площадка. Множество специалистов-тьютеров учатся, как общаться с детьми дождя. Во Владимире тьютеров пока нет, как и ставок для них, но местный департамент образования готов вкладывать деньги и обучать специалистов. Мой ребенок не способен находиться в классе в общеобразовательном без поддержки, без тьютерского сопровождения. Вот это пресловутое слово тьютер сейчас очень многим режет слух, но нет четкого понимания, кто это. Хотя в квалификационных списках это прекрасная профессия и в школах города Москвы и Нижнего Новгорода, там где идет активная инклюзивная история по образованию детей с рас, тьютер – это необходимое условие образовательного процесса ребенка с аутизмом. Также во Владимире плохо с установлением диагноза аутизм. Опыта у врачей нет. Всего 50 диагностированных случаев. В реальности, конечно, детей дождя кратно больше. Но проблема медицинская отходит на второй план. Первая задача для новой организации – наладить образовательный процесс. В Иванове с этим сильно преуспели. У нас есть школа на Некрасово, где мы уже открыли ресурсную площадку пятого вида. Нам бы хотелось, чтобы ресурсный класс появился в массовой общеобразовательной школе, но мы до сих пор не можем решить проблему финансирования, поскольку уровень департамента образования и уровень управления образования, финансирования площадок и школ, они относятся к разным уровням финансирования. И в этом главная проблема. Мамы особенных детей из города Невест хотят, чтобы инклюзивный класс был и в массовой школе. Это будет полезно для обычных детей и для особенных. До проблем такого уровня владимирцам еще далеко. Сначала им нужно, чтобы проблему существования аутизма в их городе официально и публично признали. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.